В Сочи Теплоэнерго есть специальный отдел по работе с должниками. Работы хватает только в Лазаревском районе. Должников на сегодня около 12 тысяч человек. А общая сумма долга перед Сочи Теплоэнерго составляет 43 миллиона рублей. Все должники несут ответственность вне зависимости от сумм долга. И ко всему прочему начисляется пеня. Чем дольше находится долг на просрочке, тем больше сумма пени вырастает. И в любом случае возникнет иск, в любом случае возникнет исполнительное производство. И эти долги будут взысканы с должников. Те, кто не платят за горячую воду и тепло, неохотно открывают дверь. Не общаются со специалистами Сочи Теплоэнерго, не выясняют, как выйти из затруднительных ситуаций. В итоге за многие годы образовывается приличная задолженность. И тогда дело доходит до суда. Кто еще зарегистрировал с вами? Здесь есть сын. Я сын. А сын в Москве живет отдельно, у него там своя семья. Повестки в суд тоже остаются без внимания. В этой квартире, например, не проживает молодой человек сын хозяйки, но он прописан и на него по норме идут начисления за потребление горячей воды. А сообщить об этом в коммунальное предприятие женщина не догадалась. Счетчиков в квартире сейчас нет, они самовольно убраны. Судебному приставу пришлось звонить сыну и объяснять ситуацию. Я проживаю в Москве и не против забудет его. То, что вы проживаете в Москве, я понимаю, но задолженность у вас остается так же, как она есть на сегодняшний день, у вас с 13-го года. Теперь сын знает, что если в кратчайший срок он не поможет матери погасить долг, то опишут не только имущество владельца квартиры, но и его. Уже арестована машина, которая находится в Москве. Если долг и дальше будет расти, то можно лишиться и сочинской квартиры. Она находится в муниципальной собственности. А должников могут переселить уже в другие условия, например, в общежитии. Сочи Теплоэнерго в очередной раз напоминает всем должникам, чтобы не доводить дело до отключения горячего водоснабжения и прихода в дом судебных приставов, достаточно обратиться в отдел по работе с должниками и договориться о поэтапном погашении долга. Елена Авсецова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ